Между специалистами распределяем все обязанности, потому что времени у нас очень-очень и очень мало. Совещание, мозговые штурмы, планирование – дело обычное для команды Комитета культуры и туризма администрации города Нефтьюганска. В этом году Комитету исполняется 55 лет. Интересные находки, яркие мероприятия, признание творческих коллективов на самом высоком уровне – все это результат совместной работы Комитета и семи учреждений культуры. Мы не стоим на месте и очень часто, используя не только свой ресурс, мы приглашаем сторонних режиссеров для создания новых постановок, мы приглашаем коллективы с гастролями, чтобы даже в виде их опыт можно было что-то перенять. Педагог по образованию Наталья Поливенко не помышляла о работе в сфере культуры, но в 2001 году все поменялось. С тех пор прошло более 20 лет. Я выросла в этом коллективе, конечно, многие поменялись, но тем не менее с этими людьми я начинала с младшей должности, поэтому мы везем рука в обраку. У меня замечательный коллектив, я всегда об этом говорю, не только для вас говорю. Действительно, это команда профессионалов. Может, кто-то считает, что работа чиновника скучна и однообразна? Улыбается Наталья Николаевна. Но это не так. Труд специалистов Комитета культуры и туризма разноплановый, а цель благородна – создавать праздник для всех горожан, от мала до велика. Стоит на юганской оби городок, о нем никогда не мечтал. Меня покорил он своей красотой, этот город теперь я узнал. Новые песни, выступления в Нефтьюганске, Нефтьюганском районе, соседних поселениях. Недавно хор «Ветеран» побывал в Ультьякуне. В марте этого года ветеран под управлением Тамары Кожевниковой отметил 35-летний юбилей. Четверть века Людмила Федоровна Беляева живет жизнью коллектива. Последние 15 лет является старостой. Песни – это все. Нам песни строить и жить помогают, как поется. Ну, нахожу общение, коллектив, себя привести в порядок. В общем, у нас коллектив, наша вся семья, как мы все, друг за друга горой. В Нефтьюганске Людмила Беляева более 50 лет и из развлечений своей юности помнит киносеансы. А вообще становление культуры в городе началось практически сразу с момента его рождения. В начале 60-х сюда приехал Салмин Вениамин Иванович. На тот момент уже отстроен был клуб «Геолог», но вот так, чтобы художественной самодеятельностью кто-то занимался, такого не было. Именно с него эта самодеятельность и началась. А ему было ведь очень просто собрать людей, потому что практически в каждой семье старожилов наших, ну, то есть тогда еще новопоселенцев Нефтьюганска, обязательно были музыкальные инструменты, и кто-то на них играл. Клуб «Геолог» и первые самодеятельные коллективы возглавил Вениамин Иванович Салмин. Возможность полноценного отдыха давала человеку труда энергию, создавала настроение, и это отлично понимали большие начальники. Как только сюда приехали буровики, это было первое управление буровых работ под руководством Александра Николаевича Филимонова, и он, как человек, знающий свое дело, прекрасно понимал, что рабочим нужно не только трудиться, нужно еще и правильно отдыхать, и хорошо, чтобы им было, и уютно, и поэтому тут же был выстроен клуб «Буровик». В 67-м году на празднование окончания строительства трубопровода «Усть-Балык-Омск» приехали важные гости. Да и вообще в связи с разработкой месторождений появился огромный интерес к Нефтьюганску. В 68-м годе, январь месяц, приезжает сюда Косыгин Алексей Николаевич. Ну, все его прекрасно знают, это был председатель правительства Советского Союза. Приезжает он сюда и увидел, что это клуб, вот этот одноэтажный, похожий на какие-то мастерские, и он говорит, и что? Вот в этот сарай нефтяные короли ходят отдыхать. Критика подействовала, и буквально в конце 68-го года клуб ставят на реконструкцию. И после этого достраивают еще несколько этажей. Тогда же, в 68-м году, 29 июля, был образован отдел культуры исполкома города Нефтьюганска. Одним из первых его руководителей стала Надежда Леонтьевна Леонтьева. Пустыня. Ветер дует, песок, ни одного деревца. Я иду пешком в седьмой микрорайон, где вот эти деревянные домики были. И очень на улицах было безлюдно. Думаю, ну где народ-то находится, с кем работать. А потом, оказывается, все в основном были на работе. Праздношатающихся никого не было. Миссия у Надежды Леонтьевой была важнейшая – создавать условия для развития культурной жизни, обеспечить полноценный интересный отдых. Первое – это, чтобы было нефть в стране, а потом уже культура и соцкульбет. Но вы знаете, тяга народа всегда была к этому, чтобы каким-то образом проводить свой досуг. Поэтому они, наработавшись, они радовались любому. Они радовались фильму, они радовались какому-то спектаклю. Все культурные учреждения находились под руководством Надежды Леонтьевой. Кинотеатр «Юган», Дом культуры «Юность», ДК «Строитель». Формы работы с населением находили разные. Были популярны фестивали трудовой славы, в полной мере позволяющие раскрыть творческий потенциал горожан. В 1972-м в Нефтьюганск приезжают супруги Петра Павловский, Зинаида Рашидовна и Евгений Евгеньевич, поэт, композитор, заслуженный деятель культуры округа, почетный гражданин города Евгений Петра Павловский, участвовал в организации праздников, помогал в разработке сценариев, готовил агитбригады для фестивалей трудовой славы. Зинаида Рашидовна несколько лет возглавляла Дом культуры «Юность», была его худруком, а также солисткой в ансамблях и хоре. Работа была очень интересная, весь север почти объехали. В таких местах особенно запомнился Саран-Пауль, вообще там как первобытные. Ночевали в клубах, вот как раз в Саран-Пауле холодина, нам притащили эти самые шкуры оленей, все укрывались. Ну, в общем, там романтики выше крыши. В 70-х годах открылись первые литературные гостиные. На базе библиотеки работали клубы «Альтаир» и «Радуга». В области культуры первые громкие успехи. Хор русской песни, театральный коллектив «Поиск Дома культуры «Юность»» получили звание «Народного». В 75-м году в Доме культуры «Строитель» создан коллектив «Юганские зори». На фестивале трудовой славы в Москве оценили их выступление. «Юганские зори» привезли высочайшие награды. Там была замечательная художественная самодеятельность. Столько много ансамблей. Там был Народный театр под руководством Татьяны Ивановны Юсуповой. Там был Театр юного зрителя под руководством Мережко Натальи Васильевны. И еще много-много всяких, конечно, Александр Федорович Поляков. Именно там он начинал вот этот «Юганочка», «Юганские зори» ансамбль танцевальный. В 90-х годах функции у специалистов Комитета культуры были несколько другими, вспоминает Людмила Анатольевна Вощетинская. Под руководством председателя Инессы Рудольфовны Хайрашовой писали сценарии, вели концерты, принимали делегации, проводили огромное количество фестивалей. Культура нефтеуганская, ну для меня культура нефтеуганская, ну это моя жизнь, это моя любовь, это мое сердце, это моя душа. Я люблю и знаю каждого руководителя коллектива, ну практически каждого сотрудника в учреждениях культуры. Потому что многие-многие годы, ну мы вместе росли, вместе развивались, вместе развивали нашу любимую, дорогую нам, нашему делу культуру города Нефтеуганска. Мы не просто так ее развивали, не просто из-за денег, из-за заработной платы, а мы энтузиасты своего дела. Кризис 90-х годов, работники культуры переживали вместе со своими предприятиями, что-то придумывали, как творцы из культурного центра Лира, кукол великанов, и выжили в то непростое время. Это знаете, как отвечают вот этой поговорке, нам хлеба не надо, работу давай. И вот этот момент, он существует до сих пор. Мне кажется, если бы нашим этим профессионалам копейки платили, они бы все равно шли на работу, они бы все равно что-то создавали. Сегодня невозможно представить Нефтеуганск без библиотеки, музейного комплекса, в составе которого галерея Метаморфоза, музей реки Обь, культурно-выставочный комплекс Усть-Балык, школы искусств или культурно-досуговых комплексов. И уж не каждый город может похвастаться муниципальным театром. Нам стоило больших усилий и трудов доказать, что именно нашим горожанам необходимо и нужно театральное искусство. И сейчас посмотрите, как загремел театр, как он расширил свои формы. У истоков создания театра «Кукол» и актера «Волшебная флейта» стоял Виктор Иванович Малелев. В 1996 году театру официально присвоен статус муниципального. Плодотворная работа в театре началась задолго до этого. Продолжается она и сегодня. Награда, признание и любовь зрителей. Любой успех – это командная работа. Конечно, что мы учреждение культуры, мы работаем вместе с нашим ГРБС, это Комитет культуры и туризма. И самое главное, что на сегодняшний день Комитет культуры дает нам возможность развиваться. Новые постановки выдавили новый формат кукольных спектаклей в обличении зрителей в сказочное действие, как результат искренне восхищения талантливыми режиссерами, актерами, приобщения детей и взрослых к театральному искусству. Стало замечать, что люди стали в театр приходить разные. Вообще считается, что в театр ходит определенный сегмент людей, любителей театралов, но что отрадно не в Тюганске, еще раз повторюсь, к нам ходят теперь разные люди. И это большой плюс в работе театра. Ну, конечно же, мы единственное учреждение именно театральное в городе, в Тюганске. И я думаю, что это не предел, а нам есть к чему стремиться. Совсем недавно представили зрителям спектакль «Маланья, голова баранья» по произведениям Лескова. Сегодня на афише название еще нескольких новых спектаклей. Вы знаете, я работников культуры называю праздничные люди. Называю их, ну, слово такое, праздничные люди. У нас нет выходных, у нас нет будней. Мы всегда там, где праздник. Из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, нефть Юганск на протяжении долгих лет является флагманом, обеспечивая высокое качество организации культурно-досуговой деятельности. В музыкальной школе заполнены все классы. Это ученица Валентины Константиновны Самоновой, первого преподавателя по игре на домре, за роялем концертмейстер. Высокие достижения Валентины Самоновой отмечены нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации. В соседнем классе Елена Викторовна Тимофеева преподает игру на скрипке. Также Елена Тимофеева помогает в организации концертов клуба «Бардовской песни-дорога». Евгения Павловна Данилова, более 40 лет, обучает игре на фортепиано. Педагог от Бога, говорят родители и дети. Самое большое достояние музыкальной школы – ее преподавательский состав. Профессиональные педагоги относятся к детям как к своим собственным, с заботой и любовью, говорит Наталья Сасько. Наталья Анатольевна приехала в город в 1974 году. Молодым специалистом устроилась в музыкальную школу. Все, что я умею сейчас, я научилась благодаря коллективу. Коллектив очень дружный. У нас были открытые уроки, мы все время делились своими находками, умениями своими. И друг другу очень в этом помогали. В 1967 году начала работу музыкальная школа. Сегодня ее ученики отмечены многочисленными стипендиями и премиями Департамента культуры и искусств Ханты-Мансейского автономного округа Югры. А к своему 40-летию коллектив школы за высокие достижения в области музыкального образования отмечен благодарностью министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. У нас очень активный коллектив, очень активный. Если что-то у нас не получается, если что-то нам требуется. У нас есть представители коллектива, которые сразу сигнал посылают в Комитет культуры. Они реагируют, и мы надеемся, что чем дальше, тем лучше будет. Потому что, сколько к нам приходило представители Комитета культуры, всегда говорили, мы открыты для вас. Вы только звоните, приходите. Выпускники, наши выпускники, представляют гордость. Не только возвращаются в наш город, представляют элиту дополнительного образования. Но они также работают по всей стране. И мы горды, что они из Нефтьюганск. И мы горды, что именно наши школы дали им такую базу. За роялем Ульяна Лебедева, выпускница вокально-хорового отделения детской школы искусств. Пальчики порхают по клавишам рояля, звуки сиренады, ласкают слух. Ежегодно в детскую школу искусств поступают более 300, а выпускаются около сотни выпускников. На сегодняшний день в школе учатся тысячу с небольшим учеников. Дети от 5 лет до 17 лет. Также к нам ходят заниматься взрослые люди, те, которые не смогли реализовать свои возможности в детском возрасте. Но осталась мечта. Они сейчас имеют такую возможность и приходят к нам. Кто-то учится играть на скрипке, кто-то петь, кто-то танцевать. Замечательный коллектив преподавателей работает. На сегодняшний день у нас 70 человек преподавателей. В основном все педагоги с высшей квалификационной категории. Очень много, конечно, людей-стажистов, люди, которые стояли у истоков основания нашей школы и в целом культуры города. Десять отделений – хореография, театральное творчество, музыкальное, вокально-хоровое, декоративно-прикладное, изобразительное искусство. Ребята находят занятия по душе. Многие хотят стать дизайнерами, художниками, модельерами. Их мечты обязательно сбудутся. В школе работают сильнейшие педагоги, одним из которых является Марина Александровна Волкова, заслуженный деятель культуры Хмао Югры. Коллектив «Северяночка», которым руководит Марина Волкова, постоянный участник практически всех мероприятий, лауреат окружных, всероссийских и международных конкурсов. Внедрены предпрофессиональные образовательные программы. Обучение детей, набравших при поступлении наибольшее количество баллов, оплачивает муниципалитет. Все это нам удается успешно реализовать, конечно, благодаря хорошей работе совместно с Комитетом культуры. Есть взаимопонимание, есть поддержка, самое главное. Мы всегда ее чувствуем, ощущаем. Администрация города всецело нас поддерживает во всех наших начинаниях. В 2021 году при поддержке Комитета культуры и туризма администрации «Нефтьюганска», а также Министерства культуры Российской Федерации, полностью обновлена материально-техническая база школы искусств. Мы заменили полностью весь парк своих музыкальных инструментов. Это было невозможно. Вообще, я думала, что никогда такого не произойдет, но благодаря этой поддержке и правительству Российской Федерации, и Комитету культуры нам удалось это сделать. И даже в мечтах никогда не было такого, что мы когда-то купим новые рояли. Мы купили в залы шикарные новые рояли. Стоимость одного такого рояля – 5 миллионов. Это большая помощь, большая поддержка. И у нас просто открылось, как можно сказать, второе дыхание, появились крылья. И постой, постой, красавица моя, Дай мне нагреться, радость на тебя. Комитет культуры и туризма постоянно на связи с подопечными. Некоторые специалисты являются членами творческих коллективов. Вот так для Оксаны Максимовой работа сочетается с творчеством в ансамбле казачьей песни «Раздолье» культурно-досугового комплекса. Моё знакомство с этим коллективом случилось, когда я работала в культурно-досуговом комплексе. Вот как раз, когда я писала во всех коллективах, я писала и про «Раздолье», и про казачок, когда у них были мероприятия. И мне очень приглянулось неправильно, наверное, будет сказать, но как-то вот душой, наверное, я потянулась. В Комитете культуры и туризма Оксана Максимова взаимодействует со СМИ, составляет план мероприятий, передает их в различные инстанции и учреждения, контролирует исполнение, оперативно обновляет информацию, чтобы жители Нефтьюганска были в курсе всех событий культурной жизни. Я люблю и горжусь всеми нашими творческими коллективами. Они абсолютно разные, но у каждого есть своя какая-то изюминка. Они для разных категорий населения, они для людей с разной подготовки, но, тем не менее, очень крутые на самом деле. Творческий потенциал преподавателей поистине не исчерпаем. В 2022 году в Москве на первой национальной премии «Щелкунчик» в номинации «Народный танец» лауреатами первой и второй степени стали воспитанники студии хореографии «Антре», руководитель Елена Кафанова. В январе 2023 года заслуженный коллектив народного творчества под руководством Галины Москвитиной ансамбль «Родная песня» выиграл гранд-при международного конкурса фестиваля «Рождественская Москва». Вокальные, танцевальные, театрализованные представления, выставки художественного и народно-прикладного творчества источник вдохновения не иссякает. Нефтьюганск всегда был многонациональным, и эта его особенность отразилась в культурной жизни. В Центре национальных культур можно прикоснуться к истокам, традициям, изучая народное творчество. У нас есть ансамбль татаро-башкирской песни «Тамчелар». Тоже давно очень функционирует. У него очень разноплановая деятельность. Состав участников, начиная от самых маленьких деток до уже взрослых участников. Ансамбль казачьей песни «Казачок» – это наш хореографический коллектив «Созвездие». Он больше работает в таком современно-классическом жанре. Вот вам о чем я говорила. Народный вокальный ансамбль «Светанок». Это тоже народный, заметьте, вокальный ансамбль «Светанок». Звание «Образцовый народный коллектив» – это тоже заслуга окружная. Ее нужно заслужить. В прошлом году культурно-досуговый комплекс стал лауреатом третьей степени среди окружных учреждений культуры. Годом ранее – лауреатство второй степени. В чем секрет успеха? Да, все просто, считают в Комитете культуры и туризма. Особых секретов нет. Ты должен быть неравнодушен к своей профессии. Ты должен быть увлечен ей. Увлечен ей по-настоящему, искренне. Скоро по городу начнут курсировать фронтовые бригады, пройдут акции «Парад у дома ветерана» и новое «Споем всем двором» ко Дню Победы. Ну, наверное, 9 мая – это самый праздник, который и трогает за душу, особенно вот наш праздник, когда мы идем с партлельными нашими родственниками, да, пол памяти. Вот это вот, наверное, самое основное наше. Наталья Кочкина за бумагами, отчетностью и цифрами умеет увидеть человека. Наталья Ивановна – представитель серьезной профессии, но все же считает себя человеком творческим и с огромным уважением относится к деятельности коллег. Побольше отдыхать душой, потому что, да, действительно, работники умственного труда – очень, ну, в общем, это очень сложная работа, и хочется, ну, какого-то отдыха, я не знаю, семейных праздников побольше им. Множество масштабных праздников, различных по форме и содержанию, создается при поддержке Комитета культуры и туризма администрации Нефтьюганска. Но самое главное, говорят специалисты, за многие годы в городе сохранили все учреждения культуры. Если мы даже будем анализировать за эти 55 лет, да, ни одно учреждение культуры у нас не закрылось. Разные были ситуации с тем же ДК-строителем, но, тем не менее, коллективы, еще те коллективы, которые начинали работать ДК-строитель, они есть, они на других площадках, на других площадях, но, тем не менее, всю ту сеть учреждений культуры, ее всю городу удалось сохранить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова